Христофор Колумб Макс фон Сюдов Элли Уолок Николь Уильямсон Фей Дануэй в роли королевы Изабеллы Испанской И другие Продюсеры Сильвио и Анна-Мария Клементелли Производство Раи радиотелевизиона Итальяна и Клезет Тинематографика Совместно с Антен-2, Бавари Атлие и Лори Мар Оператор Франко Ди Джакубо Художник Франческо Фриджери Композитор и дирижер Ритц Ортолани Автор телевизионной версии Лоуренс Хит Автор и сценария Адриана Больцони, Альберто Латуадо, Тулио Пинелли Режиссер Альберто Латуадо Вторая серия Палос, июль 1492 года Уже третий раз Король приказывает жителям Палоса Снарядить корабли В сторону океана И набрать команду Из жителей Капитаном будет Христофор Колумб Всей команде Выплачивается жалование Соответствующее жалованию матросов Королевской флотилии Тем, кто был по какой-либо причине осужден Дают свободу Тем, кто был осужден за убийство, изнасилование или грабеж Объявляется помилование Кто не согласен с королевским решением Подвергается штрафу в двойном размере В случае неуплаты штрафа Срок заключения увеличивается Но оттуда можно привезти только черта в мешке Слушайте меня Слушайте Палос когда-то был великим портом Эта экспедиция может вернуть былую славу Не рассчитывайте, что к вам кто-то придет Ваша экспедиция провалится Вот увидите Я начинаю думать, что эта женщина права Доверьтесь Богу Он поможет, сын мой Сколько человек записались? Ни одного Они предпочитают сидеть по домам И есть цыплят с чесноком Надо взять их обманом Дон Кастильо, что привело вас сюда? Меня? Слышал, что в КТ много золота Убийцы, насильники, воры Король обещал им помилование Хорошая команда Представляю Обратите внимание Не команда, а настоящая помойка Я не преступник Это мой брат Он просто помогал мне бежать Такой же, как все остальные Кто из вас ходил в море? Все Раньше, когда была работа в Палосе Работа и сейчас есть Вам обещано помилование Если вы отправитесь со мной Куда? Кто из вас хочет жить? Что за вопрос? Папа! Папа? Диего Папа Отец Маркена Диего Уговорил меня приехать Очень хорошо Это что? Это медуза По легенде Она отгоняет морских чудовищ Папа, можно мне с тобой? Сынок, в другой раз, ладно? Но отец Маркена сказал, что тебе нужны люди Следующий раз Колумб Пенсен Я думал, что вы в Италии Я приехал сегодня утром Жаль, что я многое пропустил Добрый день, ваше преподобие Капитан Пенсен Мой сын Диего Хороший мальчуган Времена меняются, не так ли? Мой картограф возглавляет флотилию Без матросов Встретимся на борту Санта-Мария Поговорим Я приду Прощайте, святой отец Ты не хочешь в этом участвовать? Я слышал об экспедиции от друзей в Ватикане Они говорят, что если за этим стоят Фердинанд и Изабелла Это, может быть, не пустая затея Ну что? Не знаю Португальцы пытались пройти этим путем У них ничего не вышло Почему вы уверены в успехе? Потому что я собираюсь пересекать океан не от Азорских островов, а от Канарских Вот здесь, в этом месте, плохие ветра Здесь они дуют всегда с востока на запад летом, а осенью с запада на восток Вот в этом мой секрет Я никому не открывал этого А вы во всем этом уверены? Я прожил в Порту Санту пять лет и вычислил направление всех ветров в этом районе Поэтому вы меняете треугольный парус на прямой рангоут Таким образом мы будем все время под ветром А грот и топ сделают свое дело Вы мне все рассказали, но зачем я вам нужен? У меня есть королевский указ Но я иностранец, меня никто не знает Поэтому нет матросов Если экспедиция отложится до осени, в ней не будет смысла Сколько народу вам нужно? На Санте-Марии тридцать, на Пинту двадцать и на Нину двадцать Я прошу назначить меня капитаном Пинты Лисенте капитаном Нины Прекрасно Большего я не желал Ну что? Ну ладно В конце концов мы не можем отдать все богатство бедному картографу Дорогая, иногда испытываю чувство вины перед Диего Я так редко виделся с ним А сейчас один Господь знает, как долго меня не будет Ты должен сделать, что задумал Я хочу познакомить вас Не сейчас Ты уходишь в море Но я хочу, чтобы вы были знакомы Ты уверен в этом? Да Ты многое значишь для меня И я хочу, чтобы Все знали об этом Ты мне говорил, что придет время Мы должны подождать Беатрис Вот что я скажу вам Если вам дорога Испания То серьезно подумайте Посмотрите на эти мешки, наполненные всякой ерундой Обратно Вы повезете в них золото, жемчуг, дорогие пряности Палас прославит себя в веках Помяните мое слово У вас есть выбор Или вы идете с нами и вас ждет слава и богатство Или вы остаетесь здесь гнить до конца дней в нищете Решайте Но помните Что в случае отказа Вы не имеете права Называть себя моряками Вот еще что От всяких болезней мы берем с собой большие запасы чеснока Чтобы ни одна болезнь не прицепилась к вам А это надежнее золото Вставайте по очереди Не лезьте вперед Пока, ла минус Я же сказал в очередь Сеньор, вы можете взять меня на корабль? Как тебя зовут? Валехо Ты ходил когда-нибудь в море, Валехо? Никогда, но я научусь Сколько тебе лет? Шестнадцать Скажу тебе, это далекое путешествие Твои родители не будут против? Я сирота Хорошо Пойдешь ко мне на Санта-Марию Спасибо Спасибо большое Валехо Шестнадцать лет Следующий Витория Гахьехо Разрешите представиться Луис де Торрес Я хожу в море уже 30 лет Я знаю астрологию, космографию Это также латынь, греческий, арабский, халдейский, иврит Я переводчик Нас это не интересует Вы еврей И просто хотите выбраться отсюда Вы ошибаетесь, сеньор Вы ошибаетесь Чего вы хотите, сеньор Торрес? Я хочу записаться на корабль Без переводчика вы не сможете разговаривать с великим ханом Вы правы Поговорим позже Если вы докажете, что знаете все эти языки Я возьму вас Спасибо, капитан И вам тоже Спасибо, сеньор Последнее время я часто встречаю евреев-переводчиков Он может пригодиться Мне он не нравится Я против Пенсен, давайте договоримся Вы, капитан Пинты Я командую всей флотилией И я его беру Вы нажили себе врага Посмотрим, дон Кастильо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Мне кажется, он все больше похож на тебя Поднять паруса 3 августа 1492 года У вас достаточно чернил, чтобы описать все, что мы сумеем открыть и увидеть? А у вас достаточно мешков для золота Кто это в черном? Королевский нотариус Он будет записывать все, что мы с тобой найдем Великий день Для всех, включая вас, де Торрес Он будет записывать все, что мы с тобой найдем Субтитры Алексею Дубровскому Отдать швартовые Поднять ядер Поднять ядер Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому КОНЕЦ Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Он отлично действует Для человека, простоявшего на коленях 7 лет Португальская флотилия настигает нас Почему? Почему? Почему выяснять? Король Жуан уверен, что завладеет всеми богатствами Но мы его опередим Все наверх! По местам! Пушки зарядить! Они отстали, капитан! Прекрасно! Слава богу, мы не увидим больших португальцев У нас впереди достаточно трудностей без вассалов короля Жуана Следуем по курсу Слушаюсь, капитан Прямой парус хорошая штука Этот паршивый итальяшка оказался прав Прямой парус хорошая штука Прямой парус хорошая штука Прямой парус хорошая штука Прямой парус хорошая штука Ут imитрам Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Недалеко от Канарских островов нас ждал северо-восточный ветер, о котором я знал задолго до экспедиции И мы повернули на запад в неизведанные дали, где находились Чепанго и Кате Один стакан, но я сушен, второй уже на готове Удача ждет нас впереди, коль Бог ее дарует В таком случае ждать осталось недолго Отлично Знаешь, Эскобедо, когда я попаду в ад, я не буду гореть Чтобы я помучился, дьявол будет искушать меня запахом чеснока и копченой сардины Дон Кастильо, неужели вас не раздражает, что вы вынуждены подчиняться этому наглому выскочке без роду и племени? Будьте разумны, он хороший моряк, мы нет Нам нужно, чтобы он доставил нас к своим островам, сокровищ Я предлагаю тост За процветание, славу Испании и ее лучших сыновей Один стакан, но я сушен, второй уже на готове Удача ждет нас впереди, коль Бог ее дарует Спасибо, Руис Полярная звезда нас не подводит Мальчик отлично справляется, да Вы взяли его, потому что он сирота? Ну, по крайней мере, ему здесь хватает родительской опеки Я так редко встречал добрых людей, что меня это стало удивлять Помните тот день, когда вы взяли меня с собой? Пустяки, да торрес Где бы я нашел такого переводчика? Но я же не христианин Я принял вашу веру И теперь я чужой среди вас и среди своих соплеменников Если мы будем относиться к таким, как ты, недоброжелательно То зачем отправляться в далекое путешествие? Я счастлив, что нашел вас друга Я тоже Вы уверены, что получите по мешку золота? Что там земля, где его полно? Где полно дорогих тканей и всяких пряностей? По-моему, нас ждет иное Я слыхал от многих, кто плавал по океану Что тут полно всяких тварей И они выплывают из глубины Похоже на ночные кошмары Я в это верю Это так, похоже на правду Тогда почему ты здесь? Аламинус Потому что я год не был в море И моя женушка Делия, бог ее в душу, совсем закрывала меня А сейчас я мечтаю о солнечной площади в Палосе Ишь, чего захотел? Можешь распрощаться с ней Хотел бы я знать, кто это сделал Прибавь немного Сигнал бедствия Он хочет, чтобы я поднялся на борт Мины Надо сделать это очень быстро Слушаюсь, капитан Я хочу, чтобы вы осмотрели руль Что-то с ним случилось А на ходу нельзя починить? Видно, кто-то приложил к этому руку Кто? Один из этих горе-моряков Видно, понял, что сделал ошибку И готов повернуть назад Несколько человек хочет вернуться А потом и другие захотят Надо им показать Но некого винить Прикажите им тянуть жребий Какая разница, кого наказать? Главное, внушить страх Добиться дисциплины страхом нельзя, Дон Кастильо Тогда зачем вам оружие? Постарайтесь убедить команду Что это такая же экспедиция, как и другие Только длительная Скоро мы будем далеко в открытом море Это все Я восхищаюсь вами, Колумб Но теперь боюсь за вас Вы думаете, что великий хан Так просто отдаст вам богатство И души своих людей? Нет, конечно От вас потребуется жестокость А этого я подозреваю У вас нет Вы недооцениваете меня, Дон Кастильо Чем дальше мы уплывали на запад Тем беспокойнее становились команды на кораблях Какой курс сегодня? Подумай Неужели на запад? Ни на север, ни на юг На запад Проклятый итальянец Он другого пути не знает Он знает, откуда дует попутный ветер Посмотри на паруса Я уже все глаза проглядел Скажи, Руис Если проклятый ветер дует все время на запад Как мы вернемся назад? Я согласен с вами Но протестовать против попутного ветра Все равно, что возмущаться богатством Мы плывем туда, где до нас еще никто не был И мы должны полагаться на Бога Он нам поможет Капитан Язычники, которых вы хотите обратить в нашу веру Очень богатые? Да, они очень богатые Очень Смотрите Матерь Божья Это край Земли Господи, спаси нас У Земли нет края Вы у себя на родине видели такие метеориты Неужели вам непонятно? Это Бог подает нам знак надежды Это метеоритный дождь Заяви же его, как все остальные Слушаюсь, капитан В муке мало соли Добавь немного Есть Капитан, сюда Компас прыгает, как сумасшедший В чем дело, Руис? Стрелка не указывает на полярную звезду Она сдвинулась на два деления к западу Даже на три Как же держать курс, если будем плыть по компасу, как и прежде, Руис? Я сам проверю следующие показания Ничего страшного, уверяю вас Ничего страшного Если с компасом что-то случится, мы пропали Донескобеда Компас исправен Спокойной ночи Все по местам За работу Войдите По-моему, вы хотите поговорить Вы когда-нибудь встречались с такими отклонениями компаса? Нет Я тоже Признаюсь, я не знаю, что это значит Не знаю Тем не менее, вы приказали Руису держать курс по компасу Вам приходилось считать закута? Немного В своих трудах он пишет как раз о звездном вращении Когда я стоял там, вдруг мне пришло в голову Что мы наблюдаем вращение полярной звезды Чего на других широтах не увидишь Я уверен, что стрелка компаса точно показывает на север А двигается на самом деле звезда Тогда мы должны подождать, когда она придет в свое начальное положение И станет ясно, верно ли показывает компас Если нет, то продолжать наше путешествие и самоубийство На рассвете сверим показания Судьба экспедиции зависит от того, что мы обнаружим Доброй ночи Господи всемогущий Помоги мне понять Вахтенный на палубу Доброе утро, Руиз Доброе утро, капитан Курс тот же Хорошо Принеси компас на палубу Слушаюсь Стрелка строго указывает на полярную звезду Капитан, но вчера вечером Все хорошо Звезда совершала вращение А стрелка указывала точно на север Как сейчас Эй вы, живо За работу Палуба должна сверхать А вы идите в трюм и займитесь насосом Держать курс на запад Ни в коем случае не менять направление Компас показывает верно Откуда ты знаешь? Он прав Посмотрим, кто прав Эта звезда крутилась А компас показывал все как надо Полный штиль Ветра почти нет Похоже мы на краю земли Да Похоже Мы на краю земли Мы на краю земли Дышать нечем И мы не можем двинуться ни вперед, ни назад Он совсем сошел с ума Сейчас мы находимся в трех тысячах милях от Канарских островов к западу Мы или прошли мимо этого золотого острова Или, как говорят ученые и мужи Все это авантюра Я предлагаю закончить экспедицию И при попутном ветре Двинуться назад Нет Мы слишком далеко продвинулись вперед, чтобы отступать Отступать? Конечно, в этом случае вам не стать адмиралом и вице-королем Эти моряки выполнили не просто долг перед королем Они проникли туда, где еще никто не бывал Пенсен, но это пустое пространство Оно ничего не значит Подумайте о них Я знаю, Висенте, что они напуганы, но не допущу, чтобы страх и невежество помешали нашей экспедиции Загляните немного Совсем немного вперед А потом еще дальше, пока от нас ничего не останется Нет, Пинта разворачивается Мы берем курс на Испанию Висенте, вы со мной? Висенте, прежде чем вы ответите, прошу вас подумать Если вы вернетесь домой, вам придется объяснять, почему вы покинули меня И если вы скажете, что он сумасшедший и упрямо настаивал на своем Это действительно так Но если Санта-Мария вернется в Испанию, доплыв до Индии Над вами будут смеяться И объявят вас глупцами Если мы не вернемся, вас заклемят позором Будут считать трусами и дезертирами Мне все равно нравится вам это или нет Но вы связаны со мной А я буду идти только вперед В палосе у меня осталась Луиса Думаю, она меня уже забыла И поменяла на другого Сейчас бы съесть полные блюда ягод Сочных, вкусных Без червей На Я не хочу Знаю, что не хочешь И никогда не захочешь Оставь его в покое Ты не мылся уже целый месяц Я мою столько же, сколько и ты А почему от тебя так воняет? Кончайте балаган У кампу хочешь, чтобы я взял ведро? Хорошо, я возьму его и верну ему Зачем драться друг с другом? У нас один враг Мы против капитана И должны выступить вместе Меня тошнит от вас Вы думали, Индия находится в нескольких милях от пала? Послушайте этому умника Ты хоть понимаешь, что он сделал с нами? Он приговорил нас всех Отправил вас, чтобы дослужиться до адмирала Неправда Федерико Ламинос прав Ни к чему устраивать свару Все по местам Смотрите Чудовище Я видел его Вон там Успокойся Успокойся, все хорошо Я видел его Чудовище Успокойся, успокойся Прости меня Но там чудовище Я видел Послушай меня Там нет чудовищ Они только в нашем воображении Но Я хочу домой Отведи его вниз, Федерико Слушаюсь Ничего страшного На корабле Выступаем по моему сигналу Выступаем по моему сигналу Мы готовы Я тоже Тогда начнем После вторых склянок КОНЕЦ О, Боже. Что это значит? Зачем браться за оружие? Разве я давал вам повод думать, что без него со мной невозможно говорить? Чего вы хотите? Мы думаем, вы знаете, капитан, как повернуть назад. А то будет поздно. Мы никого не хотим обижать. Подумайте, капитан. Кто это сказал? Я. Вы хотите, чтобы я повернул назад, и вы прибыли в палос, как побитые псы, поджав хвосты? Испания находится в трех тысячах миль отсюда. А до берега достать рукой? Может быть и так. Вы только обещаете. Хватит разговоров. Вы поворачиваете обратно, или мы берем власть в свои руки. А что потом? Плывем домой. Обратно в палос. Домой. Куда на галеры? Вы забыли, что у меня указ короля. Забирайте корабль. Если хотите. Если вы сможете вернуться в палос без моей помощи. Во что я не верю. И там вас повесят за измену и трусость. А если вы окажетесь за бортом, тогда меня тоже убейте. Федериго! Убейте меня. И меня. Ну а я пущу кровь некоторым из вас. Теперь вы видите. Вы не сможете захватить корабль. Но я хочу заключить с вами сделку. Если в течение трех дней мы не увидим землю, всего трех дней, мы повернем назад к берегам Испании. Три дня немало. Если вы захотите повернуть раньше, вам придется убить меня. И их тоже. Но вы ничего не поймете в моих расчетах. Не сможете прочесть карту. Без меня вы погибнете. Я вам нужен. Вы погибнете одни. А сейчас возвращайтесь на свои места. Ладно, поверим еще раз. Дадим ему три дня. Но не больше. Не больше, капитан. Я этого не забуду, Руис. Спасибо. Курс прежний. На запад. Я был прав. Вы не способны на решительные действия. Если бы вы разрешили мне повесить одного из них, это ни к чему бы не привело Дон Кастиль. Если в течение трех дней мы не увидим берега, а я этого не исключаю, на обратную дорогу у нас едва хватит провизии питьевой воды. А за три дня так или иначе наступит ясность. Это не морские птицы. Земля рядом, Сторос. Должна быть рядом. Эти люди здесь, потому что я здесь. Но если я ошибся, почему они должны платить за мою ошибку жизнью? Этого не будет. Их королевское величество назначило вознаграждение 10 тысяч золотых тому, кто первый увидит новую землю. Каждый раз два пушечных выстрела возвещали великой радости, но все заканчивалось разочарованием. Вожделенная земля оказывалась облаком на горизонте. Смотрите, что мы вытащили из воды. Это Бог подает нам знак. Поглядите на это. Глядите. Цветок. Это знак. Мы уже близко. Мы близко. Смотрите, цветок. Это знак Божий. 12 октября 1492 года. Цвет. Кастильо, вы видите? Я ничего не вижу. Де Торрес. Нет. Он исчез. Что это значит? Не знаю, капитан. Земля. Земля. Я богат. Я богат. Стоп. Заряжай. Слушаюсь, капитан. Вон там. Благодарю тебя, Господи. Давайте помолимся. Печala. Печale. Печал. Печал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все на берег ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В присутствии королевского нотариуса и свидетелей В этот день, по исчислению пятницы 12 октября 1492 года от Рождества Христова Я объявляю от имени их королевских величеств, королей и королевы Испании Право на владение этой землей и даю имя Сан-Сальвадор Субтитры сделал DimaTorzok Как нотариус их королевских величеств и от их имени, я заявляю и провозглашаю Отныне вам присваивается титул Дон И с сегодняшнего дня вы назначаетесь адмиралом, вице-королем и губернатором этой земли пожизненно, как и всех последующих земель, которые вам предстоит открыть И все, кто присутствует здесь, клянутся в верности адмиралу и вице-королю их королевских величеств Клянемся Для меня честь служить под вашим командованием Смотрите Это люди? Животные Адмирал, конечно, это люди Эстебан, готовьте арбалеты Опустите оружие Они люди Повторяю, опустите оружие Марко Поло не описывал подобные существа Потому что он не был в Индии Видимо, мы находимся на удаленной территории Великого Хана Но они принадлежат к его племени Странный цвет кожи, не белый, не черный Мы находимся на широте Канарских островов Поэтому у них такой же цвет кожи Они опасны, пока не поймут, кто здесь хозяин Интересно, что они знают о нас? Адмирал Смотрите, они носят золотые украшения Попытайтесь объяснить им, что мы пришли с миром На джук аздига Админут баим Петая дидим Админут баим Я понимаю по его глазам лучше, чем по словам Он думает, что мы пришли с неба Это золото, адмирал Федориго, принеси мне колокольчики Слушаюсь, адмирал Федориго, принеси мне колокольчик Приготовьте мешки Золотишко Это правда золото Смотри, это золото Баим Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Они нам дарили были единственным золотым запасом этого острова, а настоящее богатство где-то рядом, и мы их найдем. Сейчас нам нужна питьевая вода, и вот в субботу, 13 октября, я послал несколько человек вглубь острова. Моис! Моис! Папайя! Это вроде овощи, большого размера и очень тяжелые. Пожалуй, они не такие примитивные, как мы думаем. Неважно, какие они. С отрядом вооруженных людей мы сможем навести порядок и заставить их делать то, что мы пожелаем. Но ведь мы прибыли сюда за золотом, а не за Моисом. Моис! 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 Да, я начинаю думать, что его не так много здесь. Мне кажется, им кто-то сказал, что мы пришли к ним с неба. Паламин, астыж женат. И некоторые из них замужем. Замужем? Ты смеешься? Разве твои овцы женятся? По-моему, у них просто случка. Вода. Вода. Меня зовут Мартин Пенссон. Пенссон. Позже увидимся. Родриго и Стебан. Наверное, настало время, Аламинус. Сейчас посмотрим. Хуан! Окампо! Сюда! Вода! Осторожнее, Аламинус. Сам знаю. Надо найти, где они берут воду и пойти туда. Мы теряем время. Верно. Вода. Где? Они собирают дождевую воду и поэтому очень берегут ее. Они хорошие люди. Мы пробыли на Сан-Сальвадоре только два дня, так как чрезвычайно хотели найти богатства, за которыми прибыли сюда. Подтяни лестницу. Руис Курс Зюйтвест на Чепанго или Кате. Или к другому острову, что находится между ними. Ставьте паруса! Поднять якорь! Курс Зюйтвест! Я выбрал двоих, которые смогут сопровождать нас в Чепанго. Они станут нашими переводчиками. Я буду заниматься с ними каждый день. Кажется, они смышленные. Легко схватывают. Я уверен, что у тебя получится, де Торрес. Посмотрим. Во всяком случае, я попробую. Его я буду звать Хорхе. А этого Диего. Диего. Так зовут моего старшего сына. Похоже, что они насторожили. Здесь один остров лучше другого. Этот мы назовем Санта-Мария Делла Концепсион. Как называется это место, Диего? Сон-Маки. 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 А для меня все острова одинаковые. Женщины обыкновенные, а золота не очень много. Есть где-то другое место. Мы здесь больше месяца, и что мы имеем? Этот остров получит название Фернандия. Северное побережье Кубы. Они говорят, что это большой остров. Судя по их словам, возможно, это даже не остров, а часть Азии. Приготовить арбалеты. Прекратите. Мы потеряли одного из наших переводчиков. Сейчас потеряем и другого, потому что он видит, что вы не наказываете. А если бы вы убили его, как бы вы смогли убедить племена пойти за нами? Убедить? Это же дикари. А таким надо приказывать, а не убеждать их. Кастильо, подождите меня в каюте. Слушаюсь, адмирал. Но почему? Он все время говорил о Гуанахане. Хотел вернуться. А Диего? Пока не знаю. Присмотрите за ним. Он нам нужен. Дон Кастильо, как адмирал флотилии, я не потерплю ни от кого оскорбительного тона в разговоре со мной. Да, адмирал, но уж если мы разговариваем наедине, то позвольте себе заметить, что вы слишком оберегаете этих дикарей и забываете о золоте, за которым нас сюда послали. Мы найдем его, оно здесь повсюду. А эти дикари, как вы их назвали, должны принять нашу веру. Король Фердинанд ждет золото, а души дикарей его мало интересуют. Он будет иметь и то, и другое. Всего хорошего. Там река! Руис, пошлите несколько человек. Слушайся, адмирал. Аламинус, кармьенто, campo. Адмирал, можно сделать привал на минуту, чтобы... Я не хотел этого делать, но, по-моему, теперь это просто необходимо. Как здесь прекрасно. Великолепно. Знаете, я пытался описать свое мнение. В этом журнале красоту этих мест, тишину, великолепие. Но это невозможно сделать. С чем это сравнить Европе? Неведомая земля под неведомым небом. Адмирал. Адмирал. Что это? Что это? Вкусно. Дайте мне. Нет, спасибо. Ну, соленое. Много соли. Будете, адмирал? Спасибо, не хочу. Я предпочитаю маис. Очень вкусно. Очень вкусно. Питательно. И просто выращивать. А это... Похоже на инжир. Такой же сладкий, сочный. Интересное сочетание. Де Торрес, спросите, знает ли он великого хана? Куанакан. Куанакан? Отсюда идти дня два. Они проводят вас. Куанакан. Так он сказал. Вот так. Мы должны прежде выяснить путь. Не думаю, что великий хан находится так близко. Надо отправить туда отряд, который будет представлять интересы короля. Когда вернемся на корабль, мы соберем людей. ПОЛИТУТ Адмирал, если это действительно Катэ, то почему Марко Поло не описал этот обычай? Адмирал! Адмирал! Пенсен покинул нас! Пинта исчезла! На русский язык фильм озвучен корпорацией «Видеофильм». «Видеофильм» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон